Добрый день, друзья! Приехала птичка, для которой мы белили загончик. Белая птичка в белый загончик. Знаете, я, конечно, вчера... Ну, я вас предупредил, чтобы вы знали, что будет птичка. Но как бы сам еще ничего такого вам сильно не рассказывал. Ни цены, ни возраста, ни веса. А сейчас уже, когда птичка дома, я ее вижу. Я абсолютно на тысячу процентов птицей доволен. Даже, можно сказать, что я не думал, что такого размера птичка может быть за такую цену. Мы сбрасывались, нам их привезли прям домой, потому что далеко. Я вам говорил, что большой объем, более 120 штук. И это не все мне. Некоторые подумали, что это все для меня столько. Но нет, это на 6 людей. Как бы 6 человек заказали каждый свой объем. Ну, кому сколько захотелось. Я себе взял 21 индюка. Здесь у меня 26, потому что 5 штук я заказал сестре. Сестра Надюшка, я вам говорил, что она хочет. Я думаю, она вам в своих роликах говорила, что она хочет индюков. И вот так как у нас сделочка сорвалась, ну, знаете, вот что не делается, все к лучшему. И вот эта пословица прям к этим индюкам очень подходит. Индюкам, когда мы договаривались, было 8 недель. На сегодняшний день им 9 недель. Потому что то, когда мы узнали об этом объявлении, было неделю назад. И в общем 9 недель по цене, короче, нам 8 недельных говорили по 350. А 9 недельных попросили по 20 накинуть за неделю на корм. Как бы вот так получилось. Просто громадные 9 недельные индюки с весом более, ну, не более, ладно, в пределах. Да, плюс-минус 5 килограмм по цене 370 гривен. Просто шикарно. В общем, сейчас буду их всех заносить, потому что птичке жарко, птичка хочет воды. Всем привет. А в сарае здесь свежо и прохладно. Это бролерная птица, которой ходить не нужно. Выгуливать ее не нужно. Травы ей давать не нужно. В общем, то, что я люблю. Загнал в загончик, который у нас вот так уже высох и побелел. И все, кормим, поим и ждем момента забоя. Все. Ну, в общем, я буду сейчас их заносить сюда. Вот так. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Аккуратно, давай, ноги, ноги. Ноги крылья, смотри. Птичка молодая. Чтобы это. Чтоб, не дай бог, ноги не сломать. Потому что это самое страшное, что... Ну, может, зажиг, а дальше уже растить не получится. Давай. Хыш-хыш, молодежь. Давай. Идем, идем. Идем. Давай. Заходим. Давай. Давай, давай, давай. Знаете, вот с улицы их сразу гоню. И тут сразу, сразу прохладно. Серьезно. Давай. Как будто тут всю жизнь и жили, да? Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Это половина. Там Ваня подсаживает следующих. Давай. Давай. К сестре уже сегодня поздно. Я не поеду. Поеду завтра. Завтра. Аккуратно, смотри, чтоб не вышли, я иду. Упси, держу, чтоб не вышли. Аккуратно, Ваня, скикрыть. Давай. Давай, я их включаю, с вами, а вы подсказывайте. Ну, конечно, Ваня, они ж не понимают, куда им идти. Давай. Давай, давай, давай. Кыш, кыш. Кыш, кыш, кыш. Кыш, кыш, кыш. Давай. Оп. Оп. Давай. Заходим. Заходим, птишечки, давайте. Оп. Оп. Вот. Заходи, заходи. не стесняемся заходим вот так это последнее сейчас отдышатся знаете как бы жара жара неимоверная а их везли в машине в двояруса но делали делали полку на которой вот так все ну 5 штучек завтра уедет нет бройлерная птичка и должна быть плотненько они ну как бы сейчас рассредоточатся по всему помещению сейчас насыплю корма поставлю им водичку и все они сейчас полягают и будут себе отдыхать нужно им отдышаться потому что вот этот перегрев это не очень хорошо я сейчас поеду у меня есть бройлер на и ростовой комбикорм но я знаете сначала не захотел покупать раньше чем приедет индюк потому что думаю ну всякое может случиться там сделка сорваться и зачем мне тогда столько корма но в общем сейчас поеду и возьму как бы сразу возьму 200 килограмм пять мешков и буду потом знать мы с вами сейчас их взвесим хотя бы одного это очень интересно ванюш а можешь принести весы а они не дома они на том дворе в сарае все я сейчас короче сбегаю на тот двор как раз там и весы и корм бройлерный ну а вы тут побудьте я сейчас вернусь я вернулся как оказалось у меня нет свободной потехи ну это не сильно то и проблема я сейчас им поставлю кастрюльку кэш вот так в угол и пусть пьют вот так ну все я думаю разницы нету корма надо насыщить все побелело красиво да подготовились опачки ну вот так все а теперь просто так для самого себя по объявлению было написано четыре с половиной пять килограмм вес но знаете визуально они прям громадные да вот если смотреть на фоне меня чтобы вы примерно вот рост их понимали смотрите три с половиной шлакоблока как бы я думаю вы понимаете шлакоблок да то есть ну вот уже выше это выше чем по колено прям большие вот так будет стоять у них водичка я думаю сейчас разберутся и корм так как птичка бройлерная то корм в свободном доступе вода тоже но воду надо что-то порешать или ну может больше кастрюлю просто поставить и будет нормально они высокие вот так упарились немножечко ну серьезно от этого никуда не деться все сейчас узнаем вес кыш и на этом все это так для себя сразу скажу некоторые потяжелее ну от этого никуда не деться одни толще одни тихо не хочет идти взвешиваться давай тебя взвесим давай она стоп 4 800 4 800 а ты иди сюда иди 5 ну молодец ну без без пятидесяти грамм 5 килограмм а вот это индюшечка будет поменьше но это поменьше это три с половиной килограмма но как бы они получаются уже третий час наверно да да а по них поехали в 4 утра как бы они не кормлены они сейчас отдышатся попьют поедет они на пол килограмма прям сразу станут побольше но в пределах того веса что и говорили но как бы еще раз повторюсь что в прошлом году я взял месячных которых было чуть больше килограмма по этой же цене так что никаких претензий нету только радость и только восторг от такого от такой птички вот серьезно реально птичка птичка шикарная просто просто шикарная все нужно от них та тихо ж ты ох и крикливые падуаны падуаны это порода такая ваня подумал что это все я сейчас уйду они рассредоточатся вот как бы занимают треть загона да разойдутся начнут кушать пить ну как бы отдышаться и все будет хорошо тут реально свежо тут разница наверное с улицей около десяти градусов на улице просто жарит я не знаю как на сковородке вот так все а завтра поедем к сестре съездим смотаемся вот такие дела все друзья всем большое спасибо за просмотр всем хорошего дня и всем пока пока а ну короче я вас тут оставлю на минутку а потом и сам посмотрю разойдутся или нет по загону короче просто понаблюдаем со стороны пошли вы не отсюда минутки на три а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не знаете, да вроде еще кто-то клюнул, да? Все, друзья, мы поехали за кормом. Пусть они тут сидят. Хочу вам сказать, что вот с таким индюком абсолютно все легко. Но дам три дня метронидозола. Так что вот такие вот планы. Ах ты, зараза, муха лазит. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.